Две недели спустя после обрушения фасада у дома номер 9 на Первомайской улице в Красногорске по-прежнему сигнальные ленты и обломки кирпича. С фасада покрытие обвалилось с одного брандмаура по периметру шестого этажа. Непосредственно свидетелем, как все это рухнуло, я не был. Как раз находился метров за 300 от нашего дома, следовал с работы домой, услышал звук, похожий на мощный взрыв. Ну и после этого, как вся эта масса обрушилась на квартиру, которая находилась внизу, жители, это семья из четырех человек, были вынуждены отселить. Семья с двумя детьми с первого этажа пока не вернулась в жилище, которое пострадало, как и несколько предпаркованных рядом машин. За минувшие две недели специальная лаборатория неразрушающего контроля провела экспертизу. С помощью ударно-импульсных инструментов ультразвука проверялась конструкция, в том числе на наличие трещин в корпусе. Специалисты оценили и техническую документацию. Сотрудники управления технического надзора подготовили заключение и сделали следующие выводы, что дом готовит к дальнейшей эксплуатации, не требует расселения жителей и необходимо провести восстановительные работы по фасаду. Строители не заложили металлические анкера с армирующей кирпичной платкой. Они соединили сетку со стержнем металлическим, который должен был крепиться к плите монолитной. Управляющая компания «Зенитстройсервис» и собственники планировали заказывать независимую оценку еще до обвала, видя проблемы фасада. Но дождя из кирпича никто не ожидал. Теперь процесс капремонта предстоит ускорить. «Заключение готово. ГБУ УТНКР готовы передать управляющей компании. И дальнейший ход событий – это управляющая компания передает документацию в администрацию. И мы дальше принимаем решение, как этот дом отремонтировать. Включение в региональную программу по капитальному ремонту и, соответственно, к максимальным быстрым срокам приступания к работам». 14-этажка строилась по индивидуальному проекту. Монолитный каркас теперь необходимо облицовывать заново. И в планах сделать это до начала отопительного сезона.